Музыка Хотим из серьезных, если не сказать страшных заболеваний на сегодняшний день является рак. Правильнее будет сказать злокачественное новообразование. По данным глава указа по территории Российской Федерации за 2022 год было зафиксировано более 635 новых случаев рака. По данным Росстата рак стал причиной каждой шестой смерти в России и занимает вторую точку по заболеваемости населения России. Но эта статистика характерна не только для России, конечно же это примерно те же значения, те же процентные соотношения, они характерны практически для всех стран мира. На этом слайде я представила наиболее онкологические заболевания, которые известны на данный момент. На данный момент в настоящее время в арсенале онкологов имеются последующие используют для терапии. Данных заболеваний это лучевая терапия и все еще остаются хирургические операции, потому что они стали более тщетчими, базивными. И конечно химиотерапия. Здесь меня конечно простят онкологи, потому что под химиотерапию они принимают применение определенного вида лекарственных препаратов. Здесь я конечно подписала, что химиотерапия принимает все те препараты, лекарственные соединения, которые в себе содержат химические субстанции. И Федеральный исследовательский центр Казанского научного центра тоже может предложить для лечения и томографы ТМРФТ, которые были разработаны в Казанском физко-органическом институте и в Институте органической химии имени Арбузова. Также синтезируется лицефон, который используется в составе лицефоновой мази при лечении плоскоглеточного рака. Также в Институте органического химии Арбузова разработан и имеется препарат Симидон, который также может найти применение в послеоперационный период. У многих возникает вопрос, что рак это такое, когда он появился и сколько лет этому раку. В последнем данном мы можем сказать, что рак был в эпоху динозавров, потому что последние данные говорят о том, что при исследовании с тех динозавров, обнаруженных, были обнаружены, что этот динозавр болел остеосокома. Но в том плане, в том виде, о том, какой рак и что мы представляем, мысли начали формироваться в XIX веке. Но, конечно же, наибольший прогресс в лечении рака и терапии рака произошло в последние 20-30 лет. И эти достижения дают нам надежду для контроля духовного обеспечения. А что же, какие же посылки были для того, чтобы в XV веке начали понимать, что такое рак? А все началось с того, что был выплетен микроскоп по современному типу. И Рудольф Вирков, которого называют в нем в руках отец онкологии, он впервые описал раковую клетку. Способствовало этому, конечно же, то, что терапевтические операции перестали напоминать рулетку. И это способствует, конечно же, достижения химии в какой-то степени, потому что первый Джосеф Листер, ему спасибо за это, он ввел в практику хирургии антисептики, использовал торговую кислоту, в другом фенол. Была открыта общая анестезия первооткрывателем, который является Рудольф Мортом, и у исследователей, и у потолоков, и у тех, кто интересовался раком, и у тех, кто хотел выяснить, что это такое, появились объекты, объекты для исследований. И с этого момента более специально начали изучать раковые клетки. И мы, то, что мы сейчас знаем, и, наверное, для этого аудитории не будет секретом, так что мы все сделаны из клеток, а последние данные говорят о том, что в организме у нас 37 триллионов клеток. Мы знаем то, что клетка выполняет свою функцию, что в ядре клетки находится центр управления. В ядре клетки имеется ДНК, это уникальная молекула, которая несет в себе всю информацию, которая необходима для отризма, в смерти клетки. Молекула ДНК хранит суберологическую информацию, в геологическую форму. В 1990 году, по 2003 год, в мире был проект «Деном человека», целью которого было расшифровать «Деном человека». И по окончанию, в 2003 году, было расшифровано 92%, но окончательная сборка «Деном человека» произошла в 2022 году. Эти данные, они открывают нам новые возможности в медицине и биологии, и биотехнологии, и разработке новых препаратов, новых прекрасных последствий. Конечно же, когда говорят о раковой клетке, первое, что обращаются на ее размеры, мы здесь видим, что она отличается существенно от нормальной клетки. Раковая клетка всегда больше, она может иметь несколько ядер. И самое важное, раковая клетка, она делится, у нее утрачивали ханилы в программированной гибели, сапаптоза. И вся ее жизнь, вся ее функция направлена на то, чтобы постоянно делиться. Она делится, разрастается. И все данные в 2000 году, которые были известны в молекулярных биологах, в статье в журнале СЭЛ, Абдук Руслаканов и Роберт Вайнберг, выделил ключевые признаки раковой опухоли. Раковая клетка имеет контролируемый рост, она не реагирует на сигналы других клеток, клетки не ремонтируются, не изменяются, они могут путешествовать к одиночку, по всему телу. У нее разные размеры, как я уже говорила, у нее более крупный, может быть, центр под микроскопом, там может быть несколько этих центров. Она никогда не достигнет зрелости, она не справляется с теми задачами, которые должны быть у клетки. И она требует постоянного питания, и она, несмотря ни на что, разрастает с кровеносными сосудами. Ей не требуется кислород, она подсекляет в условиях инфоксии и инфекции амуродных дыханий. Дальнейшее развитие молекулярной биологии, не к тому, что появились у раковых опухоли, а дополнительные признаки, о которых стало известно, способность модифицировать или перепрограммировать клеточный гектаризм для роста опухоли. И самый важный признак опухоли, способность этой клетки уходить в потеномного пакета. И характеристики мелокополевой клетки также являются. Беномная нестабильность, она мутирует, она повреждается. И система организма человека, которая должна быть направлена на борьбу с инфекцией, на заживление рака, она может привести к непреднамеренной поддержке, а множественных ключевых признаков. И молекулярными биологами на последние 20 лет выделены соответствующие анкогены, которые их известны на данный момент больше ста. Гены сепрессоров опухолевого роста, отсутствие которых говорит о том, что клетка начинает размножаться. Имеются анкогены версии А1 и А2, которые в наличии, отсутствии говорят о том, что человеку возможно предрасположен в раку молочной железы. Будут ли открываться новые? Вполне возможно, тот уровень, настоящий момент науки, он позволяет это сделать. Как становятся клетки опухолевого? Конечно же, это генетическая мутация ГНК. ГНК, из которой состоят хромосомы в раковых клетках, она содержит множество ошибок, то есть происходит повреждение генетического поля. А накопление этих ошибок с геномами, оно приводит к позлокачественной конформации клеток. По разным источникам и для разных онкологических заболеваний, от 5 до 25% они связаны с наследственными генами. Но все-таки основным является это приобретенные в течение жизни мутации. И здесь я представила общие факторы риска. Это и осеннее курение, и это доказанный фактор, что курение способствует повреждениям, мутация гена приводит. И, конечно же, у пожилых людей, у них в течение жизни накопленные все факторы, они приводят, могут увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Ну, также, конечно, наследственные признаки, и, конечно же, и пассивный образ жизни тоже влияет на накопление этих данных, но могу вас обрадовать, что не всегда и не у всех может появиться, развиться раковые заболевания. И для того, чтобы найти причины, по которым некоторые люди подвергаются более высокому риску развития рака, а другие нет, в мире существуют разрабатываются такие проекты, как сбор банк данных, от клеток, от тканей. И наиболее, наверное, масштабным является такой проект, в котором участвуют все, может быть, страны, которые участвуют в этом проекте. И от России в этом проекте участвуют исследования специалисты онкологии, и все вероятно, что те исследования, которые проводятся в проектах, они дают ответы, и смотрят в ближайшие времена. При обнаружении тех межонкогенов, естественным стало развитие ценно-направленного синтеза лекарственных препаратов. И одним из таких первой волшебной пулей, которая оказалась прогуляционной в 2001 году, является препарат Матимит. Он относится к препаратам таргетного действия, используя для лечения хронического именогена гоникоза, то есть рака крови, у которого люди, которые подвергаются обвежливыми заболеваниями, у них есть статистика, то есть выживаемость очень низкая. Этот препарат, в тот момент, явился одним из первых, который спас жизнь многих людей. Таким образом, происходила разработка этого препарата, ученые, ученые, исследователи исследовали, чем отличается кровь больных лекозом от всех людей здоровых, и они обнаружили антифистскую хомосому, которые имеют репутацию и мишень. И в отношении этих мишеней были созданы банк соединений, химических соединений, структур. Был проведен высокопроизводительный скринер, был определен активное соединение, и для улучшения характеристик этого соединения была синтезируемая большая сотня образцов, и был обнаружен и выделен предмет соединения, и мотиниф, который далее идет на доклинические испытания. Но здесь исследователи столкнулись с такой проблемой, что на исследование токсичности, токсичность на собаках, пожалуйста, провальной, и синонсирование этого проекта могло быть закрыто. Но по другим показателям этого препарата, который был лидером, и перспективным, и настойчивость другера, оно позволило возобновить исследования, и клинические испытания, проведенные, они оказались впечатляющими. В 2001 году FDA одобрил этот препарат, и который с этого времени стал основой того, что ученые, исследователи, онкологи получили препараты, препараты таргетного действия. Дальнейшее развитие препарата было следующим, то, что, наверное, многие знают, о том, что при лечении опухолевых заболеваний развивается устойчивость к препаратам, и проблема этой устойчивости была решена с помощью препаратов второго поколения. У онкологов 1947 года на руках, при терапии, появились противоопухолевые препараты, цитостатики, которые применялись наряду с лучевой терапией и хирургическими операциями, которые также спасали жизни людей. И в тот момент тоже были революционные препараты, и они и сейчас будут использоваться, потому что эти препараты, цитостатики, они все-таки являются более доступными, более доступными для широкого круга, и здравоохранение их будет использовать. Эти препараты входят в список жизненно важных лекарственных препаратов, но недостатками этих препаратов являются высокая токсичность, тяжелая переносимость химиотерапии и развитие устойчивости. Каким же образом химики, химики, синтетики могут обходить эти недостатки? Конечно же, синтезом новых метрифицированных структур, но, наверное, наиболее перспективным является создание систем доставки лекарственных веществ. И на данный момент у онкологов имеются такие препараты, это доксорепицин глипосомальный, который обеспечивает высокую концентрацию веществ в оккупленных клетках. И в нашем институте органической и физической химии активно ведутся работы и в этом направлении. Этим занимается лаборатория химии коллекционеров, руководителем которым является член-корреспондент Антиканин Сергеевич и в научной группе Азеканшин-Альгина-Ленгусомный, был создан такой препарат на наноситель для доставки доксорепицина веществ веществ. Как я уже говорила о том, что были открыты большое количество онкогенов, и, конечно же, это все привело к созданию препаратов, которые будут действовать именно по отношению к этим решениям. Препараты эти все, на сегодняшний день, большинство составляют синтетические, то есть это синтезированные химиками, синтетиками. На данный момент известно около 80 малых молекул. Но я здесь привела статистику, которая, те препараты, которые известны, не стала разбивать их, потому что в каких-то странах используется десятка этих препаратов. В Америке, конечно, 80 больше. И в нашей, мы тоже в России умеем производить это все, и это кинит. Здесь, на этом слайде, это вообще общая история того, как разрабатывались лекарства, как все начиналось. Начиналось, конечно, вначале с случайными наблюдениями, потом с развитием биологии, фокусно-биохимию, что в дальнейшем привезло клеточную биологию, когда мы уже начали, были целенаправленно разрабатывать противоопытные аппараты. И данные сейчас, в настоящее время, конечно же, фокус вместился на молекулярный уровень, и мы, может быть, приоткрыли дверь, может быть, даже открыли дверь, а для персонализированной медицины. В 2018 году создание антител против рака в Лобинске. Рюриаты Джеймс Эллис и Макасупер-Кодзе открыли дверь к лечению иммунотерапии онкологических заболеваний. То есть эти препараты, они необходимы для активации собственной иммунной системы пациента для уничтожения раковых плев. Это моноклональные антитела, которые искусственно созданы на антитела. В России этим направлением занимается биопат, биотехнологическая компания, санкетер-клуб. В своем портфеле они имеют препарат Афортека. И также у них есть и аналоги гипмоноклональных тел, оригиналы которых произведены в других странах. Когда мы говорим об иммунитете, то, конечно же, здесь необходимо вспомнить Паула Эрлифа, нам, химикам, не как химику. Он наиболее близок к тем, что он первый основоположник применения химических соединений для борьбы с инфекционными заболеваниями. Он первый гладбинолог, и он говорил о концепции магической пули, о той волшебной таблетке, которой нужно создать магическую пулю, которая, находив в организме, свою мишень, возбудитель болезни, поражает ее одну инфекцию. Но, конечно же, он это, когда он высказывал эту идею, он это относил к химикаменту, к химикаменту, к химикаменту, к раковым, к опухолевым заболеваниям. Он не видел перспектив использования препаратов для лечения онкологических заболеваний. Всю надежду он возлагал на иммунологию, и он считал, что роль иммунитета важна в подавлении развития и опухолевания. На тот момент тысячу я взяла точку подсчета получения Нобелевской премии. Это был 1908 год, это было предположение, и понадобилось 110 лет, чтобы пройти этот путь от той гипотезы до применения в 2018 году, когда уже в войне вышла, а получили Нобелевскую премию за развитие иммунитета. Когда я говорю о иммунотерапии, я как химик-синтетик, почему я об этом говорю? Что мы там можем сделать? А можем мы, как химики, создать такие конъюгаты, антитела лекарственных средств. Это моноклональное антитело, которое связывается с лекарственным средством. Часто в качестве лекарственного средства в этом случае выступает цитотоксин, который обычно вы не сможете принять, потому что он является ядом. Принцип конструирования провозек кажется простым. Это моноклонное антитело, сайт связывания, линкер, по которому отцепляем лекарственные средства. И возможность создания таких систем, синтеза таких, одним из таких подходов является плитхимия, которая произвела революцию. Оно использует непростого надежного присоединения молекул в 2022 году за изобретение этого метода. Получено было на мировой премии, но здесь необходимо отметить роль непосредственно Валерия Фокина, который первый провел эту реакцию, плитхимия в воде, в тот же год, что и Миндаля. И это, наверное, в большей степени открыло-открыло возможности для синтеза новых соединений. Вот здесь выпуска всего журнала, которое было в твиттере. Молодой, когда профессор, профессор в Америке, он подумал о том, что эту реакцию можно привести в присутствие аскорбиновой кислоты, провел эту реакцию в воде и получил, и понадобилось ему 15 лет, чтобы получить монопрепарат трудоубит, который оказался революционным, он вылечил многих женщин, он применяется для лечения метастатического трижды негативного рака молочной железы, который имеет низкие, практически, наверное, даже не имеет выживаемости, потому что женщины, которые поражены этим раком, они умирают в течение года. А им никакая терапия не отходит. Этот препарат получил в 2016 году правовой статус приоритетный, и в 2020 году он был в Адобе, в Европейском союзе, в Адобе в 2021 году. И в России, к сожалению, зарегистрировать этот препарат не удалось, но вроде бы ведутся разговоры на эту тему, посмотрим, может быть, в ближайшем будущем что-то прояснится. Валерий Фокин непосредственно принимал участие в разработке этого препарата. Здесь мы предлагаем концепцию про лекарства, которая на основе легко доступного, доступных на территории Российской Федерации агентов, это фенольного антиоксиданта, которая обладает двойственной способностью, то есть в условиях она способна защищать здоровую клетку, то есть она обладает защитным действием, но в микроокружении опухолевой клетки она определенным фактором, она может переходить в другую форму, которая является разрушающим, но и будет уже на раковую клетку оказывать свое разрушающее действие. За время реализации этого проекта мы синтезировали более 200 соединений, нами выявлено соединение лидеры, и те результаты, которые мы имеем, на данный момент говорят о парадоксальной природе этих соединений, которые сочетают выраженные защитные действия в здоровых клетках, или с разрушающим действием в опухолевых клетках. И здесь заключительные слайды, но я хочу вам показать то, что произошло от момента создания противоопухолевого препарата, предпосылками которым явился как иприт, который применялся в военное время, это отравляющий газ, во время Первой мировой войны применялся, и в 1946 году был получен первый противоопухолевый препарат. Ибехин был получен в 1947 году в СССР, когда основоположником в СССР применение химиотерапии Вилсия, Ларионов и Федорович, который синтезировал их, где в его группе синтезировался этот препарат, а далее в его группе также были синтезированы и другие аналоги этих препаратов. И те, да, 70 с лишним лет, те достижения науки, они позволяют нам, если мы сравним те структуры, которые были в 1946 году, и сравним те структуры, которые сейчас у нас на рынке, это, естественно, усложнение тех структур, каждый год на мировом рынке появляются все новые лекарства, которые являются менее токсичными, более эффективными. Вопрос о том, что будет ли прорыв и будет ли создана таблетка, которая может уничтожать все виды раков, конечно же, остается открытым. И в этом плане здесь большая надежда возлагается на иммунотерапию и на создание ванцин, но это другая история, вернее, не компетентно эту область рассказывать, потому что больше химик синтетик. Будет ли прорыв в области раков, те исследования, которые ведутся в мире, конечно, они вполне возможно откроют, дадут нам ответы на те вопросы, которые у нас возникают, то есть проект, антограф, который собирает данных тканей клеток, опухолевых клеток, конечно же, в ближайшее время откроет вопрос. И здесь я хочу процитировать слова Зайры Георгиевны Гадагидзе, которая является одним из ведущих российских онкоиммунологов, которая в 70-е годы стояла в качестве создания в СССР, когда к онкоиммунологии относились снисходительно, ее не воспринимали всерьез, и, как мы сейчас видим, развитие у нас идет, и она говорит о том, что нужно видеть очертания будущего, оставаться не ученым в своем деле, не бояться исследовать неизведанных. Наверное, эти слова, они, наверное, близки нам, ученым, чтобы мы никогда не останавливались, мы продолжали свою работу и понимали, что за каждой таблеткой стоит захватывающее, сложное путешествие, которое движет надежду, решимостью и удобным трудом к ученым. И на этом пути требуется сделать много важных, порой сложных решений. Несмотря на это, ученый продолжает двигаться вперед, посвящая свою жизнь тому, чтобы сделать им лучше и здоровее. Эту лекцию я посвятила Вагаповой велики визуне, которое в этом году должно было исполниться 45 лет, и которое не стало 2,5 года назад. Диагноз рак-глокомбоз. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!